Господи помилуй, о мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединений всех Господу, помолимся Господи помилуй. Освящение воды в купеле на Большом Людовненском пруду совершил благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин. Несмотря на промозглый холод, людей собралось немало. Многие, у кого православные традиции передаются из поколения в поколение, приехали семьями. Праздник начинается 18-го числа утром, это сочельник, и в этот день с утра происходит особая служба сочельника, служба ожидания этого праздника. Она уникальная, одна такая служба бывает только раз в году, потом совершается все иночный день, то есть день сочельника это по сути такие богослужения. А далее, обычно ночью освящают воду, ну а завтра, конечно, главная служба праздника, божественная литургия в день крещения Господня. И также второй раз освящается вода, еще раз освящается вода, и люди могут и как в течение сочельника набирать воду, это одинаковая вода, так же и после. Окунаться в прорубь в праздник Великого Крещения – давняя русская традиция, не имеющая сакраментального значения, и церковь не обязывает строго ее соблюдать. Но многие верующие считают эту традицию очень важной для себя. Желающих окунуться в купель оказалось предостаточно. Первыми в воду вошли отец и сын Гастимский. 12-летний Григорий сделал это впервые. У меня все время не получалось, я только в этом году смог окунуться, первый раз. Ощущение, когда окунаешься, не можешь дышать, ну, когда выныриваешь, и страшно немного. А сейчас? А сейчас тепло. Ради чего вы все это делаете? Ради веры в Господа нашего Иисуса Христа, конечно. То есть мы с утра прочистились с хурами, и вот, соответственно, вечером к крещенской купанию уже зашли. Ну, я переживал за сына, потому что я уже это делал, а он первый раз. И это, конечно, ну, это прямо торжественно. Всех, кто окунулся в освященную воду, переполняли чувства. Скажите, два слова. Волшебно. Вообще вот так здорово. Случайных людей, спешащих за экстримом, либо в угоду современным тенденциям, мы не встретили. Есть страх какой-то, нет? Вы знаете, летом пробовал, окунался, где-то прорубь, ну, не прорубь, а купель была 4-6 градусов. Это в Липецкой области, в монастыре, в Чеплыгине. Ну, вот попробую сейчас здесь. Я думаю, с Божьей помощью все выйдет. Вокруг купели постоянно находились спасатели, полицейские, дежурили медики. Но окунание проходило спокойно, не торопясь. И люди высоко оценили организацию. Прекрасно. Все хорошо. Народу мало. Все. Вода теплая. Все желающие могли переодеться в теплой палатке и согреться горячим чаем. Большой самовар установили в шатре, где можно было посидеть за столами и поделиться только что полученными впечатлениями. Тем более, что для кого-то предстоял неблизкий путь домой. Среди участников мероприятия было много гостей Ленинского округа и столицы. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.